Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. И сегодня я поставила себе такой некоторый вызов. Хочу нарисовать купальник для женской фигуры плюс сайз, при том не стандартный плюс сайз. Потому что часто то, что мы сегодня видим в рекламе белья, в рекламе моделей плюс сайз, это девочки с идеальной фигурой песочные часы, когда большая грудь, тонкая талия, красивые пышные бедра. И на этом всем, конечно же, смотрится замечательно. А вот очень часто, мы как раз не так давно рисовали шаблоны фигур, вот один из них. Можете его скачать у нас на сайте, я оставлю ссылку под данным видео. Есть еще другие типы фигур, которые тоже не относятся к классике. Не очень длинные ноги, большая грудь, не самые пышные бедра, не очень тонкая талия. И вот как сделать так, чтобы эта женщина была красивой, чтобы на ней хорошо смотрелся купальник. Я понимаю, что там все говорят про хорошую фигуру. Но если это, например, женщина 55 плюс, которая уже родила нескольких детей, возможно, есть какие-то гормональные заболевания, может быть щитовидка, еще что-то. Но вот у нее такая фигура, это же не значит, что она не должна пойти там по плаву. Основная проблема, которую я вижу, люди просто не совсем правильно подбирают. То есть не надо одевать какую-то прям вот бикини, которая все откроет. И хочу сейчас попробовать создать купальник, который как-то подкорректирует нам эту фигуру. Вы мне скажете, получилось у меня или нет. Я не работала целенаправленно с сегментом плюс айс, это отдельная область. И для меня это такой же эксперимент, как и для вас. Поэтому не очень строго меня судите. Я буду пробовать и постараюсь сделать все-таки более красивый вариант. Ну, то есть позволить женщине выглядеть красиво при этом в купальнике. Хочу попробовать сделать его раздельным. Хотя у меня есть некоторые опасения всего того, что достаточно плотная талия у данной шаблона, данной фигуры. А мы рисовали это с фотографии реального человека. Такие фигуры действительно есть. И я думаю, что вы их встречаете на пляжах, например. Как бы нам одеть данную барышню, чтобы она могла спокойно поплавать? Чтобы это было нормально. Здесь у нас акцент на грудь получается. Но сейчас будем пробовать. В общем, ставлю эксперимент. А вы уже потом мне скажете. Сейчас говорят о равенстве, обо всем. Но есть такое понимание, что каждая фигура требует своего подхода. И в данном подходе, например, вы не сможете для фигуры с очень большой грудью повесить бра на тонкие лямки. В силу того, что просто будет очень тяжело. Они просто будут впиваться. И не просто так делают широкие лямки. Это не такая вот, чтобы прям прихоть, а это еще и комфорт. Поэтому прежде всего мы будем думать и о том, как это сделать комфортно для человека, который будет это изделие носить. Соответственно, большой объем у нас будет сверху. Вот эти места скрывать только в верхнем паре, когда немножко рука будет выпирать не самым красивым образом. К сожалению, я бы хотела куда-то. Но вот фигура есть. Мы договорились, что мы не критикуем фигуру. Мы ее пытаемся как-то немножко украсить. Сделать ее нормально. Насколько получится, не могу вам сказать. Но я сама интересна. Потом, насколько нужны именно прям жесткие чашки, может быть. Или что-то более мягкое. И вот я тоже хотела вот здесь оставить дырочку. Но сейчас, смотря на фигуру, у меня возникает вопрос. А надо ли? Ну, давайте попробуем. Уже из этого будем делать выводы. Они потом напишутся в комментариях. Я знаю, что иногда у купальников больших размеров делают шортики. Но я не хочу прям в шорты уходить. Но, естественно, мы не будем прям высоко бедро открывать. То есть, ну, как-то вот что-то такое промежуточное. Хорошую широкую лямпу дать. Чтобы она была комфортная. И плюс маленькие детали на большой фигуре. Они ее еще дополнительно делают поменьше. Так, давайте я попробую залить ее белым. Посмотреть, как все смотрится. Насколько оно действительно... Так, вот здесь я хотела сделать достаточно интересный элемент. Сейчас мы его разрежем вот так между собой. Показать, как будто бы оно перекрещено. То есть, это входит сюда, а это выходит отсюда. То есть, вот отсюда вот так идет кусок. Соответственно, наверное, здесь надо сделать такое. Так. Вот. И отсюда тоже идет вот так кусочек. Просто показать то, что оно перекрещено между собой. Два кусочка. Так. Соответственно, вот эту часть... Сейчас мы удалим. Вот так, да? Дырочка у нас получилась. И вот эту часть мы продлим вот сюда. Да. Такая вот, он говорит, творческая задумка. Хочет попробовать. Не судите строго. Тоже иногда ставлю эксперименты. Так. Вот так. А эта часть будет... Ну так слить надо. Вот эти две части. Пить. Так. Это мы слили. Эту часть наверх. Монтаж на передний планборд. И сюда тоже мы вот так вот с вами заведем часть. Что она как бы вот здесь вот так закрещивается и идет сюда. И вот так. Вот. Это тоже мы с вами делаем. То, что пропадает, не надо ничего бояться. Оно никуда не пропало, на самом деле. Вон он тут. Монтаж на передний план. Да, вот смотрите. Как будто бы вот они вот так перекрещиваются. Сейчас еще вот эту часть сюда поправим. Эту часть сюда поправим. Вот они так между собой перекрестились. А вот эта линия, на мой взгляд, должна быть толще. Не может быть она такой тоненькой. Насколько вообще актуальна вот эта вот дырочка тоже напишите мне в комментариях. Особенно те, кто... Ну, все-таки плюс сайза, да. Насколько это будет комфортно. Так. Да, давайте мы попробуем сделать этот купальник в двух цветах. Тоже тут надумала я еще один эксперимент. Можно, кстати, его тенюшечками разбавить, потому что здесь явно у нас будет большая тень от груди. Вот так. Сейчас. Вот так тень будет. И мы ее сюда организуем. И вот здесь тоже будет тень. Так. Сюда мы тоже поставим. Но тень будет не такая яркая, естественно. Тень будет сейчас полупрозрачная. Вот так вот. Да и вот здесь можно тоже тень нарисовать. То есть она будет так вот уйти. Вот таким образом. Так. Теперь хочу попробовать два варианта. Так. Раз. И два. Первый вариант сделаем давайте, ну, в чем-то банальном, да. Например, темно-синий купальник. Так. Вот этот купальник сделаем его однотонно темно-синим. Ну, как бы, как он там сюда будет ввести, сейчас будет видно. Ну, вот эти штучки надо сделать тоже синимки, а все контуры сделать серенькими, чтобы их было видно. Так. С исключением теней, ну, вот мы сейчас поправим. Так. Вот эти нюшечки. Особо так их не видно, да. Сейчас мы их тоже такими серенькими. Ну, вот так. Такой вариант. И еще я подсмотрела. Делают похожего рода купальники. Полосочку. Ну, вот это уж совсем эксперимент с моей стороны. Видела красно-белую полоску. Только там она такая была не прям красная, а коралловая. Красивый цвет был. Сейчас мы их воспроизведем. Какой уж я себе позволила эксперимент такого рода. Надо идти до конца. Так. Коралл. Беленькая. Вот такой там был рапорт. Вот это была пошире часть. Так. И вот это все мы собираем. Вот, может, поуже вот тогда. Давайте попробуем применить. Мне даже страшно применять, если честно, как оно будет смотреться. Ну, давайте посмотрим. А, вот я еще забыла. Знаете, какой момент? А на том месте, где я смотрела, были вот такие боковины сделаны. Посмотрела сейчас свой рисунок и поняла, что я не совсем корректно это сделала. Так, ну... Еще есть много чему учиться. Ну, в общем-то, это и хорошо. Не все потеряла. Так. Давайте смотрим. И вот этот бачок сейчас я скопирую на другую сторону. И сюда мы с вами ставим полосочку. А полосочка должна быть у нас поменьше. Это явно. И там еще была такая особенность, что здесь я нашлась с небольшим наклоном. Другой стороны. Вполне возможно, что вот этот небольшой наклончик, он будет нам немножко фигуру с вами стройнить. Сейчас попробую. Вот так. Так. Это была полосочка горизонтальная. Сколько там? 90? 100 должно быть. Здесь тоже были горизонтальные полосочки. А вот это была вертикальная штучка. Да, конечно, большая тетя в красном купальнике. Ну, не знаю. Такой какой-то очень странный эксперимент получился. Наверное, надо вот эту зону тоже поднимать. Напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И вообще, вот, если такая фигура. Что делать с купальником? Только вслитно его убирать? Или все-таки есть какие-то возможности для раздельного? Ну, вот здесь, не знаю, будет оно. Не должно, мне кажется, тело вываливаться. Ну, либо надо его тогда совмещать. Можем сейчас попробовать. И посмотреть, каково это будет. Я даже знаю, что иногда в переднюю часть купальников, где вы более плотными, чтобы они имели некоторый эффект утягивания. Например, мы можем с вами взять вот эту часть. Сюда. Так вот прикрепить. Может быть, оно лучше будет? Дырочку вот эту можно убрать при желании. Вот так вот, раз. Да? Полегче? В общем, я понимаю, почему дизайнеры всегда работают с худыми модельми, потому что с плюс-сайзом с ним работать сложно. Интересно, но очень сложно. И на самом деле, я так понимаю, что нужно мне просто распечатать эту модельку и пробовать на нее рисовать разные образы, потом показывать. Вообще, хотите такой эксперимент? Может быть, сделать конкурс и порисовать на плюс-сайз, какие вещи лучше сидят? Напишите мне свое мнение. Как вам такой эксперимент? Интересный или нет? Вообще, хоть что-то приблизительное я угадала или нет, как на ваш взгляд? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось. И каждый вторник я вас радую с рисунком новых эскидов. А разные шаблоны фигур с разными формами, разными объемами найдете у нас на сайте. Ссылочку я вам оставлю под этим видео в описании. На этом все. С вами была Щековская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.